всем привет меня зовут амалия я очень рада что вы посетили мой канал и наконец-то наступило лето сейчас когда я снимаю видео 2 июня и я просто очень рада тому что лето наступило это мое любимое время года потому что очень много времени свободного тепло можно ездить в лагеря на море купаться в бассейне то есть очень много новых различных развлечений и очень много свободного времени и также летом мне нравится как ютуберу потому что летом намного больше времени для того чтобы снимать видео для вас и намного интересней проходит мой день намного разнообразней поэтому также контент для вас будет разнообразней и интересней ну а для того чтобы не только контент но и ваша была интересна я снимаю для вас такое видео как же провести свое лето продуктивно интересно и насыщенно я лишь подам идеи и советы как провести лето продуктивно вы не обязаны конечно им следовать и они конечно рассчитаны не под каждого человека я просто хочу посоветовать то что может помочь вам насытить свое лето давайте не будем делать огромное вступление и начну первое чем я хотел сказать это порядок в вашей комнате кто-то скажет как порядок и собственно насыщение жизни связаны между собой но я сейчас пробую объяснить я лично как дева держусь такой мысли такого мнения что порядок он очень и очень влияет человека это правда то есть научно наказано если пространство вокруг вас чистая красивая и опрятная вот например я не так давно сделал ремонт в комнате до этого у меня были розовые стены которые мне не очень нравились сейчас вот моя комната такая какая она есть и мне очень нравится эта обстановка мне очень нравится пространство в котором я живу и я намного 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 стала продуктивнее намного больше снимаю видео для вас то есть пространство которое вокруг меня повлияло очень сильно и на мою продуктивность на моё настроение и на мои идеи в общем хочу сказать что в чистом, красивом и уютном для вас пространстве вам будет намного-намного комфортнее, вы намного больше будете хотеть что-то делать, нежели чем в каком-то грязном, захламлённом пространстве. Поэтому я советую вам убраться в вашей комнате, убрать всё, что не нужно, там какую-нибудь зимнюю одежду убрать на чердак, убрать тетради эти ненужные, потому что, наверное, ещё не все убрали. Лично я вот уже убрала их, взяла нам макулатуру, встала там буквально пару тетрадей, которые мне могут понадобиться, и сейчас у меня довольно-таки пусто в комнате в каком-то смысле, в хорошем смысле, потому что зимние одежды, и как раз-таки тетради было очень много, занимали очень много места и мешали, так скажем, моему видению чистой комнаты. Ну и недалеко уходя, я советую почистить ваш телефон, удалить ненужные фотографии, там, возможно, накопили какие-нибудь фотографии домашних заданий, фотографии каких-нибудь там шпаргалок, может быть, контрольных. Их очень много накапливается за год, особенно в старших классах, поэтому можно почистить свой телефон, удалить ненужные приложения, фотографии, видео, можно там посмотреть какие-нибудь, возможно, вам не нужны заметки, возможно, вам не нужны какие-то контакты, потому что телефон, он так же, как и пространство. Если чистый, вам в нём комфортно, удобно и, в принципе, он вам нравится. Если у вас телефон просто как свалка, у вас там один свободный мегабайт, ну, очень некомфортно получается. И также, если вы освободите много места в галерее, например, вам захочется её как-то заполнить, и вы будете ходить куда-то гулять, возможно, с друзьями, делать различные фотки, видео, и у вас остается много воспоминаний, поэтому как раз-таки для этих воспоминаний нужно освободить место на вашем телефоне. Я вчера, кстати, почистила у себя контакты, и у меня их со 180 стало, по-моему, 54. Да, ну, я, конечно, поудаляла там контакты, это, возможно, не сильно хорошо, но я решила удалить то, что мне правда вот не нужно вообще. Там какие-нибудь вообще люди есть, которых я не знаю даже, кто это, что это, откуда у меня этот контакт, кто это вообще в принципе-то. Кстати, про телефон хочу сказать то, что можно составить какой-нибудь классный летний плейлист, потому что музыка, которую вы слушаете в течение года, она, возможно, может быть какая-то где-то местами грустная, возможно, какая-то местами меланхоличная, а летом обычно хочется чего? Хочется каких-то насыщенных красок, хочется радости, и можно составить как раз-таки этот радостный плейлист, этот плейлист, такой, знаете, с вдохновляющими какими-то песнями, ну, у всех, конечно, разный вкус, но лично я сейчас люблю слушать какие-то английские песни с таким вот быстрым ритмом. И также, если у вас будет такой плейлист, он будет в будущем у вас ассоциироваться с этим летом, и если вам захочется повспоминать про это лето, вы сможете включить этот плейлист и, так сказать, поддаться воспоминаниям. Следующий совет — это составить список дел, которые вы хотите сделать. Есть очень много видео подобного плана, где говорят там 100 дел на лето, 100 идей дел, что можно сделать летом, там 50 идей, то есть очень много видео различных, где можно найти идеи, чем заняться летом. Да, конечно, идеи повторяются, но не во всех видео они прям, знаете, идентично одинаковые, поэтому можно найти себе много-много целей, там, сходить на пикник, встретить рассвет, съездить в лагерь. Кстати, мы про это чуть позже поговорим. Ну, цель у вас или желание может быть абсолютно любая. Может быть, кто-то просто хочет поспать весь день, может быть, кто-то хочет почитать книгу на воздухе, может быть, кто-то хочет как раз-таки съездить на море. То есть много-много-много вариантов целей этих может быть. Вы можете как составить их там 2-3, так и вот этот вот список из 100 целей. И также можно составить трекер привычек. Кто-то ищет их в Пинтересте, кто-то делает в Word. Например, мне удобнее сделать в Word, это довольно несложно. Просто вставляете таблицу, сделаете сколько вам нужно столбиков, и в целом всё. Это удобно как раз-таки тем, что можно сделать столбиков сколько, сколько вам нужно. Но если вы не можете придумать или не можете сделать в Word, можно зайти в Пинтерест, и там тоже довольно много шаблонов для трекеров привычек. Почему это можно сделать именно летом? Почему это сделает вашу жизнь насыщеннее? Летом у вас намного больше времени, чем осенью, зимой в другое время года, потому что нет школы у многих школьников, и, в принципе, наверное, лето меньше загружено у всех людей, кто-то там в отпуске едет и так далее. Поэтому для того, чтобы привить какую-то полезную привычку, лето — это самое подходящее время года. Можно, допустим, привить привычку каждый день заниматься спортом хотя бы по чуть-чуть, делать разминку, возможно, пить стакан воды каждое утро перед тем, как посавтракать. Возможно, вы хотите там отказаться от чего-то плохого, от вредных привычек, не буду приводить примеры, какие могут быть вредные привычки, потому что YouTube может заблокировать. Но я думаю, вы все меня прекрасно понимаете, о чём я говорю. Сейчас большое количество молодёжи занимается не пойми чем. Поэтому для того, чтобы как раз-таки ваша жизнь была лучше, насыщеннее, для того, чтобы вы экономили деньги тоже с этих вредных привычек, можно составить такой вот трекер привычек. И отмечать каждый день, что да, я там, допустим, занимался спортом, или да, я там не производил свою вредную привычку. И таким образом вы можете отучиться от вредной привычки, либо приучить к себе новую хорошую привычку. Это будет очень полезно. Это будет, получается, не только летом. Ещё всю с вами жизнь оставшуюся будет, ну или хотя бы довольно большое время продолжительное. И оно поможет вам стать лучше. Говорю очень много. Я очень извиняюсь за это. Я правда очень стараюсь говорить меньше видео, потому что у меня пишут, что там видео много воды, видео много слишком разных слов, разных примеров. Но у меня вот, когда я начинаю записывать какое-то разговорное видео, просто вот несёт куда-то потоком мысли. Я говорю, 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 и просто не могу остановиться. Про трекер привычек я очень-очень советую летом начать делать какие-нибудь тренировки. Либо проходить 10 тысяч шагов этих, либо записаться на какую-нибудь спортивную секцию. То есть летом заниматься спортом. Все мы знаем сленги по типу «спорт — это жизнь», и это правда так. Когда у вас подтянутое красивое тело, это намного приятнее, нежели там, знаете, какое-нибудь дряхлое тело, которое вам не доставляет удовольствия. Если вы начнёте заниматься спортом летом, хотя бы эти три месяца, и будете правдой заниматься там ежедневно, через день, то вы увидите результат обязательно. Вы придёте в школу уже другим совсем человеком, с красивым потянутым телом, с здоровой кожей, с здоровым, получается, организмом, и я думаю, вы произведёте прям фурор в своём классе и школе. Многие пренебрегают спортом, думая, что он ничего не даёт, но спорт влияет на все секции вашего организма, то есть и подтянутая тело у вас становится, и организму самому лучше, то есть внутренним органам кожи тоже бывают становятся лучше, подтянутее, и в целом вы становитесь намного лучше, чем были до спорта. Сделаем небольшое отступление. Для того, чтобы вы также провели насыщенное лето, я решила написать для вас 100 вот этих вот идей, как провести лето, как я говорила в пункте про планирование. И я выложу эти цели в Телеграм-канал, я очень извиняюсь за то, что я так делаю, сама не очень люблю, когда блогеры там просят перейти в другую какую-нибудь соцсеть, но в Телеграме, во-первых, удобнее смотреть, удобнее выложить туда, и также в Телеграм-канале у меня очень мало подписчиков, всего 15 на момент записи этого видео, а на Ютубе уже больше 550 подписчиков, поэтому если вам несложно, зайдите, посмотрите эти 100 целей, запишите себе, возможно, и если хотите, подпишитесь также на Телеграм-канал, потому что я буду рада каждому подписчику, там намного больше информации, намного больше всего интересного, и я намного чаще появляюсь там. Я очень надеюсь, что я хорошо объяснила, я очень надеюсь, что вам понравились идеи в этом видео, и вы, возможно, ими воспользуетесь. Разговорные видео у меня обычно не сильно залетают, но всё равно мне нравится их записывать, и нравится помогать тем людям, которые эти видео смотрят. Ну а мы увидимся уже совсем скоро, всем удачи, всем пока, и я желаю вам провести это лето просто замечательно.